друзья всех приветствую в ходе торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала маркет составляйте ваши вопросы если они есть в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс где каждый день мы размещаем большое количество дополнительного аналитического контента вам в помощь в принятии торговых решений если есть желание оставить фидбэк может быть добавить какой-то инструмент хотя я думаю что мы стараемся охватывать буквально весь спектр финансовых активов ну если что-то все-таки не попадает поле нашего внимания и зрения пишите передавайте обратную связь либо через персональных менеджеров либо прям оставляйте в комментариях все это друзья очень важно потому что в конечном счете мы хотим сплотить вас всех в рамках одного трейдерского сообщества маркетс и добиться того чтобы вы получали максимум информации не блуждая по каким-то другим каналам ну что ж мы постепенно готовимся к заседанию американского регулятор она безусловно начнет сегодня традиционно двухдневные итоги будут подведены в среду заседание американского регулятора как я отмечал в ходе своего прошлого брифинга это основной катализатор для движения финансовых активов поэтому еще раз друзья повторяю контролируйте риски следите за загрузкой депозитов это как и всегда крайне важно индекс доллара под конец этой недели точно будет на совершенно других на уровнях ну и поскольку я все-таки оптимист и считаю что тот фундаментальный фон который сложился может располагать только лишь одному пути движения индекс американской валюты это вверх считаю что индекс доллара легко прорвется выше 113 пунктов сейчас напомню индекс доллара котируется на отметке 111 17 и мы наблюдаем за ростом третью торговую сессию подряд если и сегодня опять же индекс доллара оформит бычью зеленую свечку будет уже четвертый день просто подряд на повестке текущего экономического календаря сегодняшнего дня я бы из всего многообразия отчетов их на самом деле много но они не такие уж и значимы но выделить стоит только лишь а статистику ксм в сфере услуга 14 00 по gmt выйдет этот отчет на брифинге в понедельник точнее на вебинаре я подчеркивал важность анализа такого формата релизов потому что сейчас мы должны как рыба воде ориентироваться в состоянии американской экономики потому что большую часть идей которых мы транслируем они основаны на идее опять же роста курса доллара потому что мы вроде бы как неплохо разобрались в том что происходит там в американской экономике и соответственно если мы отстаиваем позицию того что фрс должен повысить ставку в ноябре в декабре потом в феврале и в марте значит мы должны быть убеждены в том что для этого есть условия и американская экономика может переварить еще несколько шагов которые предполагают ужесточение монетарной политики а хорошее пищеварение экономики напрямую зависит от ее состояния чем больше будет хороших сильных отчетов тем больше у нас будет причин полагаться на американский регулятор и на то что он останется вверен своей стратегии идеи постепенного повышения ставки как основного инструмента борьбы с инфляцией напомню друзья то что индекс доллара выше 111 пунктов это еще ничего не значит то есть до заседания американского регулятора индекс доллара может уйти на коррекцию но я считаю что уже была коррекция на прошлой неделе когда мы даже тестировали поддержку 110 и теперь можно благополучно постепенно расти хочу представить вам несколько прогнозов инвестбанков понимаю что мое мнение возможно кого-то из вас не особо интересует но думаю вы все слышали про голман сакс про морган стен про то что ребята аналитических департаментов этих инвестбанков довольно неплохо анализируют торничную ситуацию и попадают в цели своих долгосрочных прогнозов голман сакс ожидает что ключевая процентная ставка американского регулятора перевалит за 5 процентов то есть это фактически подразумевает повышение ставки на 75 байсных пунктов завтра и минимум на 50 байсных пунктов в декабре хотя я думаю что на 75 байсных пунктов они повысят ставку и в декабре тоже если по версии голман сакса ключевая ставка американского регулятора превысить 5 процентов начале следующего года это будет означать что американский рынок долга десятилетний трежери с более долгосрочные бумаги будут активно расти в плане доходности и например доходность десятилетних облигаций может легко также перевалить за 46 47 процента поэтому основная рекомендация голма сакс и морган стендли в принципе как под копирку идея то что нужно сейчас залазить в американские облигации это довольно скажем необычный инструмент я предлагаю даже действует проще то есть если есть убежденность в том что будут расти доходности американских облигаций значит априори должен вести курс доллара индекса американской валюты это та идея которую я вам подкинул еще много много месяцев назад и опираясь на прогнозы морган стендли голман сакс которые ждут значительного роста ключевой процентной ставки и серьезного повышения доходности облигаций конечно же следом будет идти индекс доллара которые снова протестируют а в перспективе ближайшего времени при таком оптимистичным сценарии 114 5 115 пунктов и вот здесь вот мы как раз должны подловите этот актив длинные позиции в любом случае в приоритете европейская валюта 0.99 не не удержала собственно пара евро доллар на отметке 1 0 1 и это легко можно было спрогнозировать ушла снова ниже а прийти очень много статистики было вчера в частности базовая инфляция в еврозоне достигла 5 процентов это выше чем ожидали эксперты еще более страшные цифры по основному показателю инфляции 10 7 друзья инфляция это исторический рекорд прогнозы были на отметке 10 процентов прошлый показатель 9 7 иди 10 и 7 процентов страшнее становится когда мы понимаем что такая инфляция была достигнута в тот момент времени в тот период времени когда стоимость газа шла вниз и соответственно цены на топлива на нефть и нефть и продукты тоже оснижались что будет тогда когда нефть все-таки доберется до 100 долларов за баррель и будет претендовать на движение выше ну время покажет я думаю что инфляция в еврозоне точно превысит а 15 16 процентов темпы экономического роста еврозоны скромный я прирост она целых две десятых процентов третьем квартале то есть фактически если немножко забежать вперед и уже порассуждать и перспективы четвертого квартала там но почти наверняка будут уже отрицательные значения годовой показатель ввп 21 процент тоже смешные цифры но даже такие смешные цифры еврозона на фоне текущей экономической ситуации не сможет на удержать какое решение европейский центральный банк поставки непосредственно и cb в еврозоне примет в декабре я думаю что ее уже не повысить на 75 базисных пунктов потому что даже тогда когда голосовали о ставке во время прошлого заседания не было единства на мнение и трое из голосующих членов не поддержали позицию то есть раскол очевиден такое расхождение мнений и это дополнительная проблема именно отсутствие единой позиции среди денежных властей европейского союза плохо друзья думаю что максимум что согласует это повышение ставки в декабре на 50 базисных пунктов и соответственно политика европейского центрального банка по степени жесткости будет сильно отставать от политики американского регулятора евро останется в числе аутсайдеров доллар иена здесь пока без комментариев уже позначил идею того что интервентный механизм у нас станет с основным катализатором котировки 148 40 соответственно ждем еще большего снижения рынок нефти постепенно растет сегодня кстати на азиатской сессии активное восстановление идет 93.56 доллара за баррель по бренду и возможно рост нефти сегодня опирается на прогноз последний прогноз доклад опека потому что в двадцать третьем году спрос на нефти вырастет на 2 и 7 миллионов баррелей по сравнению с прошлой оценкой достигность от 3 миллионов баррелей в сутки это при том что в двадцать третьем году мы прям вступим в двадцать третий год с очевидным дефицитом предложения из-за уже вступление в силу финальных окончательных санкций на поставку а точнее даже эмбарго запрета экспорта российской сырой нефти нефтепродуктов и конечно же к этому приводу времени к началу двадцать третьего года а страны опек вроде бы как должны сократить объем нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки ждем развития мощной восходящей динамики по другим финансовым активам все без изменений думаю что завтра если время будет мы разберем еще британскую валюту опять же перед заседанием банка англии на в четверг ну пока что все внимание конечно же на федрезерв и на ожидание роста курса американского доллара всем хорошей торговой сессии